Все, дерево наряжено, можно приступать к следующему. Создают атмосферу праздника. В Самаре уже идет подготовка к Новому году. Специалисты предприятия Самара Горсвет украшают светодиодными гирляндами деревья, устанавливают светодинамические фонтаны, а также будут размещать консоли, пространственные композиции и другие элементы праздничного декора. Новые световые конструкции в этом году решено не закупать. Перед стартом сезонных монтажных работ производился ремонт украшений, которые уже использовались в прошлые годы. Чаще всего требуется замена поврежденных участков, блоков питания, вышедших из строя каркасных элементов. К настоящему времени наибольшая часть работ по починке закончена. Чтобы минимизировать их необходимость, иллюминация хранится в специальных ангарах до наступления сезона подготовки к новогодним праздникам. В этом году планируем украсить более 500 деревьев. Также установим около 250 объемных пространственных композиций светодинамических. В то же время в работе будут находиться свыше тысячи светодиодных консолей. В новом году гирляндами в Самаре украсит около 600 деревьев. Доброй традицией стало наряжать в первую очередь деревья, которые расположены в общественных пространствах вдоль дорог и на других видовых локациях. Напомним, в Самаре такая практика существует с 2016 года. Сегодня работали на бульваре по улице Осипенко. Специалисты уверяют, переживать за сохранность насаждений не стоит. Никакого вреда от этой гирлянды нет. Аналогичные домашние просто выполнены для размещения на открытом воздухе. Кроны мы не трогаем. Украшаются сугубо стволы деревьев. Ну или от каких-то достаточно серьезных ветвей. Виктор Явкин работает электромонтером и рассказывает, невысокие деревья преображают, используя лестницы, а к высоким деревьям подгоняют автогидроподъемник. Чтобы украсить небольшое дерево, требуется 20-30 минут и 50-метровая гирлянда. Большое дерево потребует не только больше времени, но и светодиодов. Наматывают около 80 метров. Иногда может понадобиться до 150. Зато потом, делится Виктор, приятно видеть радость горожан. Да и друзьям не стыдно показать свою работу. Я показываю, хвалюсь, говорю, это я вот горожан. Здесь еще и фигуры ставим мы праздничные, не только гирлянды. Проезжаешь, красиво, да. На склоне площади Славы тоже кипит работа. Здесь сотрудники муниципального предприятия «Самара Горсвет» бригады из шести человек также начали трудиться заблаговременно ввиду большого объема работ в рамках установки самой масштабной светодинамической композиции. Работу осложняет то, что машины с деталями не могут заехать на точку сборки. Рабочим приходится собственноручно переносить фрагменты конструкции. А это не менее 15 тонн элементов композиции с учетом тяжелых пригрузов. Они необходимы, чтобы обеспечить устойчивость конструкций. Нужно все закрепить максимально надежно, поскольку на склоне нередко бывает ветрено. На монтаж массивного сооружения требуется месяц. Фундаментальная металлическая каркасная часть и вертикальные рамки будущей сверкающей инсталляции установлены. Выполняется регулировка рамок. Ну, уже процентов 70 собрано. Осталось прикрутить алюминиевые конструкции, волны, которые будут идти по нему, и уиллюмиционную ленту, светодиодную. До конца месяца должны все собрать. Кроме того, на ряде других городских территорий рабочие начали сборку деревянных постаментов, куда установят световые фонтаны меньших размеров. Установка праздничной иллюминации на территории города будет проводиться на уличнодорожной сети, в скверах, на аллеях, в общественных пространствах, в том числе обновленных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также на территориях внутригородских районов, включая здания управляющих жилищных организаций, торговых центров и прочих объектов потребительского рынка и услуг, организаций и крупных промышленных предприятий, образовательных учреждений и других объектов социальной сферы. Самарцы усилия городских служб уже оценили. Говорят, хотя снега пока нет, огоньки создадут праздничную атмосферу. Вовремя, вовремя. Конечно, люди же будут готовиться, посмотрят и сразу скажут, ой, надо подарки купить, надо там то, сё. Мы здесь живём рядом, и поэтому вот и в парке. В этом скверике очень красиво всегда. Очень нравится. Ожидание Нового года скорейшая радость. У нас внуков много, правнуков. Подарки будем дарить, поздравлять обязательно. Да, с детишками гулять будем. Ну, к декабрю хотелось бы, чтобы в прошении был и снег пошёл. Настроение, Новый год, снежок, всё бело. По мере завершения тех или иных этапов работ, специалисты профильного муниципального предприятия, аварийные дежурные бригады, будут постоянно следить за техническим состоянием оборудования, поддерживать его работоспособность на протяжении всего периода эксплуатации. При необходимости элементы иллюминации восстановят в кратчайший срок. Параллельно, во время объездов, контролируют всю систему освещения. Пока установилась довольно тёплая осенняя погода, частично смонтированную иллюминацию включать рано, говорят специалисты. Но позже она будет зажигаться и выключаться синхронно. С остальным уличным освещением, в зависимости от продолжительности светового дня. Все работы, связанные с украшением города, планируется завершить до 25 декабря. Виктория Шара и Пётр Паломеев. События.